МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Нургалис Абитов. Это программа «Дежурная часть». Чрезвычайные происшествия, громкие дела, уголовные расследования и изменения в законе. Все это в нашем проекте. Следующие 5 минут. Криминальный стартап, нарколабораторию обнаружили в Алматы. 18 лет за подготовку к теракту. Житель Актау планировал взорвать госучреждение. Рога в покрышке. Необычная спасательная операция прошла в Ридере. В одном из арендованных домов Алматы развернули нарколабораторию, где варили психотропное вещество альфа-ПВП, известное в народе как соль. В ходе обыска оперативники обнаружили более полутора килограммов синтетики. А у организатора криминального стартапа при задержании было с собой 100 граммов товара на руках. Он как раз собирался реализовать его бесконтактным способом. Вместо сделки предприимчивого мужчина отправился в изолятор временного содержания. В полиции с начала года уже ликвидировано 52 нарколаборатории. Из незаконного оборота изъято почти полтонны синтетики, что в два раза больше, чем в 2023 году. Напоминаем, что с октября 2021 года синтетика приравнена тяжелым видам наркотиков. Уголовная ответственность за их хранение наступает с одного грамма. По указанному факту, задержанному грозит лишение свободы от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. Тем временем в Акмолинской области промышляла транснациональная преступная группа. Граждане Украины и Молдовы в частном доме на окраине Ерементау собирались наладить производство синтетики в особо крупном размере. Предполагаемый рынок сбыта – Астана. При задержании сотрудники органов обнаружили 10 килограммов мифедрона и свыше 17 килограммов прекурсоров. Преступники работали в условиях строгой конспирации. Дом был оборудован системой видеонаблюдения. Все данные в режиме онлайн передавались организатору. А для хранения сырья и готовой продукции арендовали гараж. В суде гособвинителям вина подсудимых полностью доказана. Организатор осужден к 23 годам, а соучастники к 22 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор вступил в законную силу. В Западно-Казахстанской области сотрудники прокуратуры заблокировали три телеграм-канала, через которые осуществлялась пропаганда, реклама и продажа наркотиков. Чтобы выяснить, кто стоит за опасными ресурсами, начато досудебное расследование. Сотрудниками прокуратуры области начато досудебное расследование по части 1 ст. 299.1 Уголовного кодекса Республик Казахстан, которое для дальнейшего расследования передано в органы полиции. В результате были заблокированы три чата с прямой рекламой наркотиков. Виновные лица устанавливаются. Жители Октау судили на 18 лет за попытку совершить теракт. Приговор вступил в законную силу, сообщили в Комитете национальной безопасности. В начале апреля этого года мужчина-приверженец радикального религиозного течения собирался совершить террористический акт в государственных учреждениях Мангустауской области. Чтобы воплотить преступный замысел, он приобрел компоненты, необходимые для изготовления взрывного устройства, в том числе поражающие элементы, болты и гвозди. Его вычислили и схватили. Ранее он был судим за убийство. Девушка пыталась спрыгнуть с шестого этажа в Западно-Казахстанской области. Трагедию предотвратили участковые инспекторы. Получив сообщение, стражи порядка немедленно направились по указанному адресу. Повезло, что дверь квартиры была открытой. Они вошли в дом и вытащили девушку, сидевшую у края окна. На такой шаг ее подтолкнули семейные проблемы. 21 человека из отдымленного дома эвакуировали спасатели Актобия. Двое из них дети. Чтобы быстро переместить их на безопасную территорию, пожарные использовали лестницу. На втором и третьем этажах дома по улице Бугенбай-Батыра загорелась электрощитовая. Пострадавших нет. В Акмолинской области отряд МЧС пришел на помощь двухлетнему малышу. Он случайно закрылся на щеколду, когда бабушка вышла на улицу. Открыть дверь у него уже не получилось. Нужна была срочная помощь. Спасатели открыли дверь, используя шансовые инструменты. Малыша передали бабушке. С ним было все в порядке. В Ридере в серьезную передрягу попала корова. Животное застряло головой в автомобильной покрышке. Рога как распорки держали шину, и она не могла пошевелиться. Чтобы ее освободить, спасателям понадобилась сноровка. В свою очередь, корова спокойно дала работать специалистам. Поэтому все прошло благополучно. На этом у меня все. Берегите себя и не нарушайте закон. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова